В данном видео я хочу поделиться с вами свежими новостями и своим мнением о них. Вы узнаете, что я думаю о фиксе бустинга в данжах. Расскажу о мифик плюс подземельях, о бафе на опыт, про интерфейс поиска группы и расскажу о закрытой бете лича. Прежде чем начать, хочу рассказать вам о нашей рмт базе знаний. В ней вы найдете гайды, которые помогут вам изучить рмт игру и начать зарабатывать. На данный момент в базе собран опыт по следующим играм. WoW в ТБК, Альбион Онлайн, Аркейдж и Лост Арк. А если вам интересен грядущий релиз аддона для WoW Гнев Короля Лича, то совсем скоро в базе по нему появятся все возможные гайды. Кем начать, кого качать, сколько персонажей нужно, споты, билды шмота, талантов и многое другое. Пожалуйста, подписывайтесь на нашу рмт базу знаний, все ссылочки в описании под видео. Сперва давайте расскажу вам о парочке мелких новостей. Совсем скоро, буквально в течение двух недель на всех серверах БК Классик включат баф, который будет увеличивать получаемый опыт на 50% со всех источников, с квестов, с данжей и т.д. Этот баф будет действовать вплоть до релиза Лича, а также будет работать некоторое время на фреш серверах Лича. Близзы очень расщедрились, баф придется нам весьма кстати. Советую всем начать готовиться к Личу, прокачивать персонажей, как только увеличение опыта вступит в силу. Далее новость касается закрытой бета Лича. Близзы уже разослали приглашение некоторым игрокам и уже сейчас можно зайти и протестировать все, что вам нужно. Персонажа можно создать сразу 70 уровня или скопировать вашего персонажа из БК. Потестировать все, что нужно, можно и на любой пиратке, поэтому гнаться за возможностью зайти именно к Близзам не стоит. В Личе на релизе все-таки будет добавлен интерфейс поиска группы. Его слегка обновили, он стал больше похож на систему из актуала, он стал более гибким, однако инструмент все еще не автоматический. Вам все равно придется спрашивать людей, пойдут ли они с вами в данж или нет. До подземелья все еще придется бежать пешком. В общем новость очень хорошая и собирать группы станет намного приятнее и быстрее. Через чат собирать группы в данж или куда-либо еще, это тот еще ад. Потому что кроме сообщений о ГДКП рейдах или продаже буста, там сложно что-то разглядеть. Недавно на форуме игры ГМ Кайвекс опубликовал пост, в котором сообщил о скорых изменениях в поведении монстров в большинстве данжах БК и Лича. Разработчики таким образом хотят полностью избавиться от бустинга, который способствует росту РМТ деятельности. Монстрам в подземелья хотят добавить резиск замедлению, из-за чего маги не смогут собирать и кайтить мобов. Также пофиксят места, куда маги заводят и убивают монстров. Мое мнение на этот счет. Решение убрать буст из игры очень запоздалое. Бустом занимались классик ванилы до БК и только в преддверии Лича Близзы увидели, какое пагубное влияние оказывает бустинг на игру и согласились с комьюнити, что его нужно убирать. Я частенько захожу на форум и читаю, что пишут обычные игроки. И самые частые недовольства касались как раз таки бустинга. Люди писали, бустинг это чисто РМТ, бустинг убивает дух классики, невозможно собрать группы в данже и так далее. В принципе так оно и есть. Без мотивации заработать реальные деньги, никто не будет сидеть часами прокачивать других людей. Я считаю бустинг в БК и Личе должен быть, потому что в самой игре нет никаких механик, которые помогли бы игрокам быстро прокачать персонажа альта или вдруг вы опоздали на релиз месяцев на 6. Группу в данж собрать будет сложно и все, что остается это делать нудные квесты. Бустинг это одна из услуг игроков, он должен быть как вариант прокачки, но с другой стороны от него страдают и сами РМТшеры, потому что пачками качают ботов, которые потом демпят золото. Получается палка о двух концах. Вроде бы бустинг нужен, на нем можно хорошо поднять голды, но в то же время бустингом пользуются бытоводы, которые намного быстрее выходят на фарм и портят цены на золото. Другая причина, по которой фиксится буст в данжах, это деньги. Близзы почувствовали, что во-первых, мимо них проходят золотые горы, а во-вторых, на Лич придет огромное число игроков, которым ничего не остается, кроме как купить официальный буст у близзов до 70 уровня. Вполне возможно, буст мета достанется паладинам и все маги просто пересядут на них. И если так произойдет, то это будет означать, что разработчики просто делают вид, что слышат комьюнити, а на самом деле преследуют свои цели. Плевать они хотели на комьюнити и пускают им пыль в глаза. Если близзы не такие тупые и все-таки им не плевать на комьюнити, то они могут добавить фиксы для паладинов. Допустим, могут сделать так, что когда собирается большая куча мобов, на них вешается баф, сильно увеличивающий их урон, броню и защиту от магии. С таким фиксом паладины, тоже как и маги, не будут способны бустить. В общем, полумеры это не фикс. Заберут буст у магов, он останется у паладинов. И по сути проблема не решена. Все рмтшеры бустить будут на паладинах. В более актуальных версиях вов бустили всегда танки. Я помню, весь БФА продавали буст в вольной гавани. И я даже сам пробовал это делать, это было очень легко. Поэтому я все же думаю, у танков буст не заберут. Процентов 90, что мета буста будет на паладинах. И напоследок хочу поговорить о данжах вов. В старых версиях подземелья пользуются популярностью лишь на релизе аддона, а потом про них все благополучно забывают, и собрать куда-либо группу очень сложно. Но если немного пересмотреть систему данжей, то я думаю, это пойдет всем только на пользу. Мне очень нравится мифик плюс. Я ходил в них БФА и в шелл. Забеги по ним доставляли мне удовольствие, потому что я играл танком, я вел группу, и мне нравится, когда нужно действовать по тактике. Мой любимый данж в БФА это подгнилие. А какой данж больше всего нравился вам? Напишите пожалуйста в комментариях. Ходят слухи, что разработчики хотят каким-то образом изменить данжи, чтобы они пользовались популярностью на протяжении всего аддона. Возможно Близзы хотят сделать мифик плюс в Личе. Возможно хотят добавить какую-то награду, за которую можно будет ходить бесконечно. Точно никто не знает, и это только мои предположения. Но я бы очень хотел мифик плюс в Личе. Это было бы интересно и удобно было бы одевать персонажей. Близзы сказали, что скоро расскажут больше подробностей и расскажут о планах на дополнение Гнев Короля Лича. А какое мнение у вас по поводу мифик плюс подземелий? Напишите пожалуйста в комментариях. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на канал и на нашу РМТ базу знаний. Все ссылочки в описании под видео. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и на нашу РМТ базу знаний.